Быстрые пружинящие движения в стойке, манёвры, стремительные удары по прямой. 30 секунд в этом стиле и мгновенная смена тактики. Тот же оверхенд уже как ложный удар, а следом другая атака. Разные варианты. Удар низом в корпус, боковой малаш Игорь Ридзёден в верхний уровень. Разные связки, неожиданные действия. Универсализм, интеллект и изобретательность – главные темы сегодняшнего дня. Особенность нынешнего соревнования – большое количество новых атакующих комбинаций. Победитель межрегиональных соревнований Иван Донец в полуфинальном поединке раскачал соперникам многообразием атак по разным уровням и дважды пробил свою фишку – Маваши Гэри в корпус. В финале соперник прикрыл это направление. Тогда Иван подготовил другие зоны для атаки. Выиграл смешанными связками ударов руками. Сегодня я атаковал технично и разнообразно. В полуфинале я бил сильно. А в финале мне попался сильный соперник. И я поменял тактику. Потому что он мою тактику закрыл. И я начал бить разнообразно. Игорь Таскаев блеснул разнообразием маневров, уходов, уклонов, перемещений. Новую тактику спортсмен оттачивал вместе со своим тренером Михаилом Сорокиным. И многое получилось. Игорь умело блокировал выпады соперника, мгновенно атаковал в открывавшиеся зоны. Два удара в корпус, один у Ромаваши в верхний уровень – победа. Здорово по тактике работал. Противник был очень сложный. Ну, как сложный? Сильный. И у меня получалось отбирать у него баллы, бить в корпус, в голову. Яркие техничные атаки в споре девушек. Каскады интересных связок и комбинаций. Отличное взаимодействие спортсменок и тренеров. В клубе «Атака» работает целая плеяда отличных наставников, мастеров международного уровня. Победы на креативе. Виталий Комаров вовремя подсказал юной спортсменке Софье Романьковой атаковать в корпус со сменой рук. Девушка выиграла победный балл. Я довольна, что я сегодня атаковала свои разнообразные удары ложными движениями. Я показывала соперницам, что я бью, а на самом деле раскачивала их и пробивала в корпус руками и ногами. Тренер клуба Алексей Сорукин успел провести важную психологическую работу. Призер межрегиональных соревнований Мария Харченко мгновенно обрела уверенность. Блеснула серия смешанных связок со сложными ударами. Выиграла решающие поединки. Сегодня я хорошо поработала. Моя тактика была в том, что я одной рукой отвлекала и била, а второй рукой снизу. Я принесла очки своей команде. Достойное выступление новичков. Ребята соревновались в отдельной категории, но также старались действовать технично и разнообразно. Показали оптимистичные результаты. Итоги турнира подвел главный судья соревнования Михаил Сорокин. Ребята научились работать высокие удары ногами, взрывные ручки на разных уровнях разгроз. Помимо этого, тактические грамотные мышления уже выставляются у спортсменов. Они подбирают моменты, ищут стопроцентные действия, когда можно их реализовать и заработать. Работают как первым номером в атаке, так и вторым, и третьим. То есть и на опережение, и на провал, на перехват. Впереди омских каратистов сразу несколько соревнований. Чемпионат России, областной турнир памяти Павла Тигнеева, отборочные соревнования к международным стартам. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7.